Обновление аж целого клиента. Ничего не качает, сломано и поиграть в общем-то нельзя. Вышел новый лаунчер. Если мы хотим скачать, мы должны выполнить несколько простых действий. Все начали в один момент качать всё это. Ну а если вы хотите более подробно узнать про новую версию Arizona Mobile, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всем привет, с вами опять я, ваш любимый футбольный обозреватель. Сегодня у нас, как обычно, Arizona Mobile. Да не простая Arizona Mobile, а обновление аж целого клиента. То есть все жаловались, все говорили, что ничего не качает, все говорили, что вот всё-всё-всё там сломано и поиграть в общем-то нельзя. И сейчас вышел новый лаунчер, который должен по сути всё это исправить. А так это или нет, ну давайте уже будем разбираться по ходу всех событий, по ходу всех действий, по ходу всего-всего-всего. А что мы на данный момент вообще имеем? Имеем мы пост в паблике Arizona Mobile, который говорит, что вот, а мы там всё сделали. Почему-то опять, знаете ли, прикреплена фотокарточка Симпсонов. Видимо, человек, разрабатывающий посты в Arizona Mobile, любит Симпсонов. Но мы сейчас говорим немного не об этом, а что вообще, как вообще всё это получилось? Как всё это вообще должно выглядеть? Проблем, вроде как, как нам обещают в посте, с запуском игры быть больше не должно. И поэтому, если мы хотим скачать, мы должны выполнить несколько простых действий. Первое, это удалить старый лаунчер. Второе, удалить установленную этим самым лаунчером GTA San Andreas. Третье, это скачать с сайта лаунчера для Android. И четвёртое, это наслаждаться нашей любимой игрой. И вы знаете, это вот обновление лаунчера в целом. А вот позже будет доделана, разработана, переработана сама сборка этой самой игры. И вот, казалось бы, мы дождались. Наконец-то исправили большое количество багов, лагов и вот всех вот этих, знаете ли, прочих вещей. И давайте уже попробуем всё это скачать. Переходим на сайт, вроде как там всё переходит. Мы там, я не знаю, листаем-листаем, скачиваем, не скачиваем. Делаем вот все вот эти, знаете ли, прочие действия, прочие все манипуляции. Заходим, ну, во-первых, всё удаляем, разумеется. Только потом заходим на этот сайт, всё скачиваем, вроде как всё устанавливаем. И вот у нас, а более-менее пошла загрузка. Если кто-то, мало ли, кому-то, возможно, интересно, в старом лаунчере это обновление. По воздуху поймать нельзя. Мы чисто ставим, как знаете, драйвера на видеокарту, когда-то в древности ставили. Так что нужно было удалить, а я не знаю, вот эти старые драйвера, скачать, потом новые. Вот так же мы сейчас устанавливаем Rezono Mobile. С малых лет приучаемся к тому, что вот нужно вот всё это уметь делать. Так вот, мы всё это удаляем, потом мы всё это скачиваем, устанавливаем. И типа всё более-менее как-то устанавливается нормально. Но вот потом начинаются опять-таки те самые проблемы, о которых я говорил до этого. В, там, знаете, в установке, в скачке, в предыдущих своих видеороликах и во всём, во всём прочем. То есть поначалу процентики идут быстро. Капают, не капают, ты можешь посмотреть, можешь посидеть. Но потом, лично у меня, начиная с 62%, началась какая-то полная лажа. То есть время загрузки вот всего этого, оно начало как-то сильно увеличиваться. И по итогу, то есть там, не знаю, 3, 4, 16, 25, 48 часов надо было уже ждать. И ты такой, типа, блядь, чё за пиздец? Я подумал сначала, что сервера перегружены. Но ведь поначалу всё качало более-менее как-то нормально. А что случилось сейчас? Типа, неужели все начали в один момент качать всё это? И поэтому скорость замедлилась? Но это как-то, ну, как минимум странно. Потом, ну вы и сами должны понимать, почему в этой фигне, так сказать, ничего не работает. Ну, мы друг друга поняли. Я, типа, всё это закрыл, свернул. Там, вроде как, ещё где-то, знаете, в, я не знаю, в панелях задач, во всём прочем, это качалось. В этой, в строке состоя, как-то, в шторке, в общем, было уведомление о том, что всё как-то более-менее качается. А потом всё это пропало. Я захожу, всё пропало, ничего нет, ничего не качается. Опять захожу в лаунчер. И нужно скачать заново. Но теперь мой прогресс в скачке этого самого лаунчера запомнили и начали его 44%. И всё как-то качается, там, 3 часа, опять 6, 18, 25 часов. В чём проблема на данный момент? Я не знаю. То есть, до этого у меня всё было нормально. Получается, что я поменял, так, знаете, шило, которое было у меня под боком, которое такое уже, знаете, было всё отёпленькое, приятненькое. Я мог более-менее как-то зайти. И да, конечно, были какие-то баги, а было всё прочее, но игра-то сама по себе работала. И, как говорится, не лезь, когда работает. Не знаю, правда, кто так говорит, но это не важно. Возможно, мама ваша, вам так говорил, возможно, моя, мне мама так говорил. Ну, в общем-то, я не знаю. Так вот, в чём вся проблема-то? Оно не качается. То есть, оно вот так вот качается, качается, потом ты куда-нибудь сворачиваешься, куда-нибудь уходишь. И всё, и оно перестаёт качаться. Опять заходишь, начинается с каких-то рандомных процентов. И время увеличивается, увеличивается. И то есть, время-то как бы идёт не на уменьшение, а на, блядь, увеличение. Как будто ты, наоборот, знаешь, откачиваешь всю эту резону мобайл. Не скачиваешь к себе на телефон, а как будто туда, куда-то, блядь, отправляешь. Я не знаю, как это работает, если честно. И то есть, я думал, что тут я, возможно, помогу как-то всё это решить. Помогу как-то всё это сделать. Но никаких гайдов, никаких туториалов, ни у кого спросить вроде как ничего. Я не могу в телеграм-чат. Я не заходил там дохуя сообщений. Все что-то как-то куда-то делают. Но в целом, я просто, я не знаю. После выпуска данного видеоролика, я уверен, что там в телеграм-чате начнётся какое-то бурное обсуждение всего этого. Поэтому можете по ссылочке в описании подписаться на мой телеграм-канал. И как-то более-менее там за всем этим проследить, что ли. Потому что я вообще не знаю, чего ждать от этого резона мобайла. И почему у меня всё это не качать. То есть, GTA San Andreas у меня установила. Одиночку. То есть, всё нормально. Всё скачал, всё установил. То есть, никакого запрета в этом плане, типа, вообще не испытывает игра. Почему сейчас вот такое вот происходит? Я без понятия абсолютно. То есть, до этого. То есть, Prepare Data там у кого-то была. Там, я не знаю, у кого-то ещё что-то было. Но чтобы на каких-то определённых процентах что-то там зависало. Ну, возможно, и писали. Но я этого просто уже и не помню. А тут, ну, как бы, вроде как новый лаунчер. Всё вроде как должно работать. А у меня всё это не работает. Я уже, ну, знаете, запишу ролик, скажу, что вот, у меня всё нормально, хорошо установилось. А у вас опять, дебилов, как обычно, ничего не устанавливается. Почему, почему вообще так происходит? Я не знаю, ребят, и помочь я, к сожалению, не могу. Но и сейчас у меня, блядь, всё это не работает. И я вообще не знаю, в чём заключается проблема-то. Я, конечно же, после, я не знаю, озвучки данного видеоролика опять попытаюсь как-то это всё скачать. Как-то всё это установить. Зайти хотя бы. Но не думаю, что у меня вообще всё это получится. Однако, данный геймплей данного видеоролика, да и данный видеоролик был заснят на сервере Arizona Roleplay Phoenix IP. А также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же в описании, как я уже и говорил, находится ссылочка на мой телеграм-канал. Заходите туда, ознакомливайтесь с информацией и отдыхайте. В телеграм-канале. Или на Arizona Mobile. Не знаю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok